Вековые сосны, черемуха и клены радовали глаз жителей 85-го квартала и учащихся СПУ. Однако неделю назад 53 дерева были спилены. Наталье Жуковой не повезло вдвойне. С одной стороны, она проживает в соседнем доме, а с другой работает в СПУ. То есть, женщине придется наблюдать эту картину круглосуточно и дома, и на работе. Интересно, в данном случае, позиция самой администрации. Вроде ратует за то, что граждане наши должны занимать активную жизненную позицию, должны следить за экологией. Все у нас в городе должно быть хорошо. А на самом деле, получается так, что сама администрация выписывает вот эти все разрешительные документы на то, чтобы можно было здесь строить, на то, чтобы можно было все уничтожать. И получается, слово расходится с делом. Наталья Жукова указала также на нормы Санпина. Дело в том, что на месте поваленных деревьев появится закрытая парковка. Землю продали предпринимательнице Ирине Ивановой с разрешения бывшей администрации. От образовательного учреждения объект такого типа должны отделять 25 метров, а в данном случае только 11. По этой же причине предприниматель не должна была рубить деревья. Впрочем, нынешние городские чиновники тоже разводят руками. Уважаемые жители города, территория, на которой вырублены деревья в 85-м квартале, находится в частной собственности. Неоходимый пакет документов у владельцев участка имеется. Работы по вырубке производились в рамках действующего законодательства. С одной стороны, предприниматель вправе делать на своем участке все, что угодно. Парковок в тоже не хватает. С другой, уничтожение такого количества деревьев в зеленой зоне города – настоящее варварство. Сейчас отдел лесного надзора пытается до конца сентября обязать владелицу провести компенсационные посадки. Но где они будут проводиться и когда – неизвестно. Видимо, жителям окрестных домов и студентам придется смириться с утратой, ведь кислород денег не приносит. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время.